Ребятки, всем привет! Сегодня мы в питомнике у Саши, афганца. Вот человек держит голубей, держит породы... Держит для души! Да, держит для души. Вот такой у него питомник. Это у него офис. Всё класс. В общем, держит породы узбекских голубей, сверловских и бакинских. Сейчас глянем. На второй этаж, где гонный отсек. Да, поднимаемся в гонный отсек. Не так давно у него вышла первая молодёжь. Это первая молодёжь. Ещё даже не выходили, я так понял. Неделю назад я приходил, они же вообще пищалки. А их ещё кормили. А они ещё сейчас пищалки. Вот такой питомничек. Питомник мечта, хочу сказать. Дим, вот эти, вот очень надеюсь на вот этих кишмишей. У меня две пары дают голубка-зероги. Для ребят, для ребят. Кишмиши это более такое, вот в Узбекистане называли вот такую масть кишмиши. У николаевских это называется козюлистый, да? Да, 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 да. Вот у меня просто, сейчас я возьму сачок, поймаю. У меня от двух различных пар, от очень хороших голубеводов, которые дали мне в этом году для разведения этой породы, для разведения. Дали мне две пары разные, это вот от другой пары. Вот, и очень приятные голуби и родители достойные с игрой, всё. Я считаю, что эта масть тоже приятная, при всём, при том, что, конечно, красные, желтые, там, как каныль. Масть, если вот взять под такло, да, вот такло, эта масть называется, ну, она приближенная к масти, чакмакли такая есть масть. Они немножко такие синие, это более такие. Вот пара, вот ещё, вот ещё один, вот, вон он сидит, ещё один. Третий, и четвёртый, четвёртый получился вот такой, как у нас, в Казахстане их называли бусами. Вот, это вот с этой же серии, да? Да, вот, кстати, к слову, Таша сам родом из Казахстана, всю жизнь держал бойную птицу. И николаевских, да, вы держали раньше? Николаевских и перцев. И перцев. Вот, это тот же кишмиш, только в красном цвете, в моём понимании, вот. Ну, в Узбекистане сказали бы, куранистый такой. Да, 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 да. Вот две пары вышло, вот сейчас погоню, вот они, это вот одни и те же родители. Но эти мелкие вообще ещё не выходили, да? Нет, нет, я их перевёл три дня назад сюда, сейчас они как бы осваиваются в питомнике, вот. И я сейчас начну их приучать и буду гнать. Этот молодёжь у меня просят сейчас, я сказал, что не отдам ни одного пива, пока сам не погоню. Вот, вот будет гульбадамчик. Гульбадам или чины, жёлтого цвета, ну, вот. Мне кажется, будет гульбадам. Да. Вот, кстати, наверху сидит сверловка двухчубая. Да. Сверловца вообще двухчубых не бывает, но вы говорили, дали проброс, да? Ничего, да, ничего. Их у меня на сегодняшний день три штуки таких получилась. Вот одна и где-то вторая такая же ходит. Вот вторая, а, это одна и где-то вторая двухчубая. Их две здесь и одна старая. Вон она, вон она вторая. Вот она вторая. Вижу, 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 да, да, да. А у меня и ТМА-а 9,25-го. Отдельный ролик сделаю про сверловцев, кому будет интересно. Они вышли реально, они вышли из-под чернозобых сверловцев, которых мы посмотрим, да? Они вышли из-под реально чернозобых сверловов. Я ничего туда не вливал. Вот. Но, мое мнение, просто когда-то кто-то работал с птицей и что-то лил. В частности, птица у меня по сверловам, пузыринский, пузыринская линия, это пузырин был в Екатеринбурге, царство ему небесное, покойник. Вот. И они, у него хохлатые свердловы считались самые злые, самые летные. Вся коллекция, которую я смог найти по крупицам, сидит у меня внизу сейчас на племени 10 пар. Да, это отдельный будет ролик по сверловцам, мы посвятим чисто сверловцам, потому что, ну, как бы, порода, в принципе, достойная. А здесь есть бакинов, 7 штук, прошлогодних, молодых, возняков. Кстати, вот, к слову, свердловцев вы, вот вы мне сами, ну, я-то знаю, для чего держите, для чего вы свердловцев держите, вообще, ну, не рассказывали. Получилось, что в моей жизни, да, я вообще люблю эксклюзивную птицу, необычную. И в своей жизни мне попалось два самца и три самки хохлатых свердловцев, с которых я развел хохлатых свердловцев, которых, чубатых, будем так говорить, вот, да, которых, по определению, очень мало и их нету. Но я гоняю, и они мне нравятся своим стилем полета. Стиль полета у них в россыпь летят, как некоторые водительцы. Вот, я тебе хочу сказать, что это пошло от Некрасова, от Некрасова, есть такой на форуме международный Некрасов, который везде и всюду говорит, что свердловцы должны летать от горизонта до горизонта и летать должны поодиночке, это одиночная птица и тому подобное. Мое мнение, свердловская птица, это все-таки метисы, где основа все-таки Николаевская бабочка. И свердловы очень быстро, я держу почему, очень быстро поднимаются в небо, вверха, берут очень быстро вверха до точки, а потом я всегда выхожу и смотрю в небо и вижу их всегда вверху, над домом, над домом. И свердловы вылетывают не меньше пяти часов и меня это устраивает. И они всегда над домом, они не бегают по небу. Но еще вы рассказывали, что свердловцев держите для того, чтобы легче как бы бакинцам, они меньше теряются. Да, свердловы держат бакинов над домом. Это я как бы заметил, но может это и как бы просто совпадение, но так получается. Вот бакинцы прошлого года, поздики, которые не гонены были толком, потому что там сокола били, у меня жизненные обстоятельства. Сейчас мы их выкинем и они просто будут. Ну, про соколов мы говорить не будем, они у всех бьют, это нормально, это нормально. Да, это нормальная позиция. Соколов мы любим, обожаем, ждем их всегда здесь, встречаем голубями. Да, меня не было двое суток, я был на работе двое суток. Вот сейчас пришел домой и вот с Димой встретился, хочу выкинуть своих белых бакинов в небо, пускай понятаре. Ну давайте я что-нибудь в руку возьму. Да, а тут что-то вам неудобно уже. Жирные бакины. Да нет, уже такие более-менее в форме. Пойдем, Дим, выкинем их. Так, все в режиме онлайн. Вот такого плана бакины. Сейчас, 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 без века, без века я не люблю, чтобы у бакина было века. Тут вообще нет века. Да, вот Александр, он любит, чтобы как мышиный глаз вы называете, да? Да, 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 это разные линии, но я просто вот... Это, это как бы не какие-то там... Так, вот он уже что-то там хотел показать. У Саши и баки налетают в россыпь. Он тоже бракует птицу, те, которые начинают крыло в крыло идти. Да, и бракую, которые за весную птицу. То есть я с бабочным полетом... Это вот разыгрываю, это вот молодежь. Молодые, видно, да. Это молодые, это молодые. Так, сколько их тут, пять? Сейчас еще двух поймаю. Пока здесь как-то постою. Да, все в россыпь летят. И причем птицу Саша начал гонять, вот, буквально недавно. Ну сколько, неделю назад я к нему заходил, он еще не гонял. Я так... В общем, роликов будет много. Очень хочется очень так плотно рассказать по каждой породе. У него косаны, гульбадамы. Это узбекские две масти голубей. Вернее, ну, косаны я, конечно, не скажу, что узбекские. Это больше не знаю, там, таджикские, туркменские, какие они там. Честно, не знаю. Ну, косаны, в общем, и гульбадамы. Вот гульбадамы точно знаю, как бы узбекская порода голубей. Потом сверловцы есть у него. Что-то дикарят. Дикарят. Да, чайка. Чайкой он гоняет, скотина. Вот он начинает. И бакинцы. Сверловцы, бакинцы, косаны и гульбадамы. Очень достойная птица. Гульбадамов я не так давно приобрел у него. Две голубочки. Каких-то привез из Узбекистана тоже, чтобы кровь перемешать. Ну да, все как бы они летят по отдельности, по разным ярусам. Ну, что тут скажешь. Игры как таковой пока они особо не показывают, сами слышали. А только начал человек гонять. Ну, ничего, я здесь живу недалеко. Мы с ним не так давно познакомились. Буду частенько заходить, показывать его птицу. Что, сели, Димон? Нет, какой сели. Нет, да. А они говорят, давай еще немножко. Вот этот красный. Молодой, молодой. Блядь, не того красного выкинули. Это же пескун вообще. Вау, блядь. Да, да, пескун. Блядь, не того красного. Да. Ай. Надо будет искать половину. А, пескуна. Ошиблись. Такое бывает тут. На небо смотришь, заходишь в темноту. И... Да, вот один там мотается наверху, двое чуть пониже. Вот они. Он затягивает. Так. Красный, красный. Блин, жалко будет пескун, если потеряется. Ну, ничего. Никуда он уйдет. Так, одна садится уже. Ну, в общем, пока птица боится, вон чайки летают. Ну, ничего страшного. Отлетают они. Гоняет Саша птицу всю, но есть у него племенной, это, скажем, корень. Обгонял красного, да, один? Да. Да ничего, я думаю, не потеряется. Вот он, вот он, вот он. Вот он, красный. Он сразу откуда выкинули, туда и летит, короче. Не, не потеряется. Вот он, красный, который такой же должен. А это Касан, да? Это Касан, да. Прошлогодний? Прошлогодний, да. Это Касан. Он без игры еще? С игрой уже. С игрой уже? Да, ну, с игрой такой еще детской. Ага. Это детская игра еще. Так, надо выходить туда вниз. Здесь здание мешает. Открыть? А вот только ставить, открыть. Да, там надо закрыть, да? Красный, да? Здесь у Саши 8 отсеков. Так, вот Касан. Да, 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 я показывал его. Одна белая села, Голубка, походу. Да. Голубочка. Так, где Касан? Вот он мотается. Сколько дней назад начали гонять? Буквально вот недели... Я дней назад. Ну да, неделю назад я приходил, еще... Я дней назад, да. Еще вы не гоняли. Я дни назад, да, начали выпускать птицы. Вот. Ну, это оставленные голуби для того, чтобы приучить молодежь. А то, что когда-то раскрылось вовремя первое, да, оно вовремя закрыто было. А так, просто позабивали люди, все. Ух ты, что-то вы езжет. Да, да, на. Да, тут чайки летают, и чайки играются, начинают за ними, да. Ну, ничего страшного. Я думаю, через пару недель... Ну, как через месяц, я думаю, вот когда молодежь погоните, вот там будет красота. Еще выкинулся, вот там все. Ага. Стиль такой в россыпь, но не порхающий такой. Есть вот... Порхают, как чайки, вот говорят, такие вот, на расслабоне как-то, да. А эти немножко побыстрее голуби, но в россыпь вот они. По небу разлетелись. Ну, в этом году что-то приобрету у Саши по бакинам пока еще. Ну, будем брать у Саши уже с лету, когда птица более-менее наберет. Вот, я уже примерно знаю, что хочу, что мне нужно. Поэтому будем брать с лету. Вот он, вот он. Вот, касанчик кувыркается, да. Даже щелка появляется. Ага. Вот такие сверловцы. Так. Саша еще пару касанов выпустил. Три. Три касанов. Вот они, касанчики пошли. Беспорядочная молодая игра. Без всякого ослабовки, пока. Вот он затягивает. Красавчик. А там вон, оказывается, вон, вон летает. Вон он, хищник. Так, вот он, сейчас я его покажу. Вот он парит. Ну, на такого они должны забивать, конечно, но после... Так, один касанчик сел. Такой красавец. Птица, конечно, по касанам очень хорошо поработал. В Москве я здесь ни у кого таких не видел. Такие нежные пояса, прям вообще практически без пояса. Вот они шуранули, что-то шугаются. В стаю сбились. Опа, вот он тенец. Тенец уже облетывается, в общем. Не знаю, вот касан-касан привстал так. Не потянул, но встал. На хвосту ездит. Хлопс. Хорошо. Приятно, когда птичка с ногами что-то еще и показывает. Сейчас так... Сейчас это большая редкость. Обычно что-то подобное выходит. У людей начинает закрывать за семи замками. Никому не показывать. Ну, у Саши есть возможность. Вот он. Вот он. Вот касаны некоторые под... Да, чуть-чуть подзатягивают уже. Подзатягивают. Да, да. Вот он. Вот подзатягивают уже щелчочек какой-то. Не сказать, что столб там бешеный, но затягивают. Нет, 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 нет. Тут о столбе... О столбе разговоров никаких нету. Все, это все сидело всю зиму. Всю зиму закрытое. Ну, я тебе хочу сказать, Дим, не топоры. Да не, какие топоры. Отличная птица. Такую птицу закрывают под семью замками, сейчас я уже сказал. Таких не выпускают. О, вот он. Этого уже будете гонять. Все, он уже облетался. О, 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 о. Туда сел, куда надо. О, это сильная кровь, красный этот. Он же, наверное, выходил уже в вольер. Нет, не важно. Нет, в вольер, вольер. Вольер выходил. Вольер не знаю. Ну, и как выкинул, вот вместо того красного. Ну, касаны, конечно, Дим, вообще шикарный, шикарная мать, шикарный вид. Это, это, это птица вообще. Это просто мой, мой кайф. Ну, это, это вот я говорю, это просто вот то, что осталось беспорядочное все. Ну, вот буду гнать, но через месяц это будет другая птица. Да, 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 вот. Я вот специально хотел сейчас показать, да, и просто скидочить. Скидал фотографии. И через месяц будем смотреть. К нам в группу в WhatsApp. У нас в группе есть в WhatsApp. И скидал фотографии. И многие ребята просто говорят, вот еще бы их посмотреть. Посмотреть в лету, да, да, да. Потому что очень много красивых фотографий, но в лету мало кто показывает. А куда красный делся? Зашел, что ли? Может, зашел, да. Что-то он это, я не видел, чтобы он взлетал. Я не вижу. Да, это парень с головой. Если бы он дурной был, он бы сразу чуть-чуть дёрнул бы. Вот тот белый потенциальный. Вот тот. Он с потенциалом, с хорошим потенциалом. Вот от всех того, что сейчас летает. Да, он сразу оторвался. Да, он сразу оторвался. Он сразу пошел. Вот. Ну, сейчас пока выводы. Выводы делать, конечно. Никто, никто. У них хаотичный. Хаотичное все. Просто хаотичный лед. Непонятное. Вот это вот, как на лодке плывем. Отлично, отлично. Вот он там, что-то ковыряется. Нормально. Пойдем, что, Дим? Путомник внутрь? Или пойдем? Да, сейчас, сейчас. Так, ну все, ребятки. На этом первую часть заканчиваем. Следующую расскажем немножко про сверловцев. Колыби летают, начинают. Все, отлично. Все, ребятки. Всем удачки. Всем добра. Сами видели. В Тинцине выходили, в Тинцине выходили. Саша он выкинул по... Ну, то есть перепутал, выкинул. Перепутал, чисто. Вместо старого класса. И он вот просто выходил вот сюда, в вольерчик. А выкинули мы его с той стороны. И вот голубь нашел дорогу. Вон он, красненький. Вон тот, да? Вон тот, тот, Даня. Вон он пошел. А вот его напарник. Вот он, второй. Ну все, нашел дорогу. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...